Всем привет! В этом видео мы вместе с вами распакуем мою первую посылку с сайта Амазон. Но сейчас пока ее нет, потому что ее пока еще не привезли. Но, собственно говоря, почему именно сегодня? Потому что я видела уже на сайте, что на сайте Амазон там есть отслеживание посылки. Она уже в 9 часов была в Венеции, сейчас в 12 часов. И я думаю, что ее уже скоро привезет курьер. Пока я буду снимать это видео, я думаю, что она уже приедет. Поэтому мы откроем ее вместе с вами. А пока мы ждем курьера, я хочу вам показать несколько своих посылок, которые пришли за этот месяц. С сайта eBay, и они все были маленькие конвертики, потому что я заказывала у разных продавцов. И поэтому, соответственно, они все приходили в разное время. Начнем, пожалуй, с чехлов для айфона, потому что я думаю, что на таких сайтах очень выгодно заказывать именно чехлы для телефона. Потому что они там дешевые и достаточно много выбора. Так вот, я заказала 3 чехла для телефона. Двумя я практически разочаровалась. Один... Ну, в общем, ладно. Первый чехол вот такой. Он прозрачный, пластиковый. Тут есть такие небольшие капельки. Я не знаю, вам видно. Но, как вы можете видеть, я им немножко разочаровалась. Я им некоторое время уже поносила. И вот тут вот капельки отвалились. Потому что они такие немножко выпуклые, и они отвалились. Шесть капелек отвалилось. Поэтому я не знаю, я, наверное, не советую вам покупать такие чехлы. Но он оригинальный. Вот. Второй чехол, которым я разочаровалась совсем, это бампер. Вот такой. Он на самом деле, я сама... Долгого цвета, но я сама виновата, потому что я не прочитала внимательно, что он из силикона. То есть, когда он на телефоне, очень неудобно. Вот здесь все, в общем-то, постоянно снимается. И мне не нравится этот бампер, поэтому я не знаю. Я его, наверное, даже ни разу не одену. Третий чехол, это чехол Smart Cover. Вот такой розового цвета. Вот здесь такая ребристая, она снимается. И получается такой чехол. Он магнитный. И сверху одевается вот эта вот штучка, примагничивается. Ее можно скрутить вот так. И поставить... Так вот. Этот чехол. Можно вставить вот так телефон или там в другую сторону. Ну, в общем, как вы хотите. И также можно сюда, там на картинке показано было, наматывать наушники. И они будут в таком аккуратном состоянии прилеплять это все, это магнитное. Или можно просто носить в таком розовом чехле. Он жесткий. Он очень качественный. Он мне нравится. Но единственный минус, что он тяжелый. Потому что он все-таки магнитный. И из-за этого вот эта легкая штучка, это тяжелая. И когда телефон в этом чехле, он становится тяжелым. Ну, в следующий раз мы в теме телефонов. Тогда я покажу вам... Это объективы для айфона. Три объектива для айфона. И тут еще четыре мешочка. Вот. Два мешочка с такими штучками, которые прилепляются на телефон, чтобы лежали здесь объективы. И два объектива. Ну, их на самом деле три. Сейчас я вам покажу. И плюс еще мне прислали... Я не заказывала, но мне прислали вот такой как подарок. Не знаю, был вместе с ними. Вот такой вот стразик. Это для того, чтобы наушники. В общем, вот так. Вот. В каждом маленьком пакетике инструкция. Вот такая инструкция на китайском, на китайском и на английском. Далее. В каждом маленьком пакетике, ну, вот из этого я уже сняла, такая магнитная штучка и магнитное колечко. И колечко с липучей стороной. Два таких было. И эта стененькая снимается, это просто как защитная пленка, чтобы она не царапалась пока... пока едет. В общем, и второй мешочек тоже такой же, потому что объективов два. Первый объектив это... Сейчас я его открою, тут защитная такая крышечка. Это объектив Fisheye. Вот такой. Ну, действует это вы, наверное, уже миллион раз видели. В общем, одевается на... Там есть разные системы, есть на таких штучках, которые сверху одеваются. Есть такие магнитные. Вот таким образом он одевается. И фотографирует. Вот. Ну, на самом деле... Ну, правда, Fisheye мне нравится. Как он работает. Следующие два объектива это... Это вот такой вот, уже поменьше объектив, первый объектив. Вот такой. Ну, 67 байт. Это такой пейзажный объектив. Ну, в общем, вот так выглядит. И тоже... Вот без объектива. И с объективом. Вот. И... Третий объектив вот так раскручивается. Верхняя штучка снимается. И остается такой малюсенький-малюсенький-малюсенький объективчик. Это макро. Вот. Но макро на самом деле сложно фокусировать. Нужно прямо очень с близкого расстояния. И им достаточно сложно он снимает. Потому что он очень-очень долго... Очень-очень долго фокусируется. Ой, боже, теперь все это собрать надо. Так. И тут, соответственно, тоже такая же защитная застежечка и крышечка. Вот. Следующее, что я вам покажу, это... Все, короче, от телефона уходим. Это вот такой вот браслет. Да. Вот. Такой вот браслет. И, ну, в принципе, он мне нравится. Он достаточно из такого мягкого материала сделан. Только вот эти сердечки постоянно туда-сюда болтаются. И они очень тяжелые для этой нитки. Вот. А остальное, в общем-то, все нормально. Вот. Ну, плохой достаточно браслет. За, там, не знаю, 2 доллара, может быть. Ну, в общем, я все ссылки... Там, на самом деле, много выборов было. И не только этот. И я все ссылки оставлю ко всем, вот, тому, что я вам показала, оставлю под видео. Вот, в описании к видео. И последнее, что мне пришло за этот месяц с ebay, это вот такое вот зеркальце в виде печеньки. Вот. Открывается оно, и, да, тут, в общем, такой расчесочка такая, которая постоянно падает. Вот, расчесочка и зеркало. Мне зачесочка, она постоянно падает, поэтому я думаю, что я буду носить вот так. Вот так уже не очень красивая печенька получается. Ну, тоже, там, за доллар, даже за 80 центов, наверное. Ну, в общем, какое зеркальце. Все, на этом посылки с ebay закончены. И сейчас я жду курьера, который привезет мне посылку с Amazon. И мы вместе с вами ее распакуем. Вот, наконец-то, мне приехала моя посылка. Вот так она выглядит. Такая коробочка. Сейчас мы вместе с вами ее укроем. Скотч я уже порезала только что, и сейчас мы откроем. В этой посылке резиновые сапоги. Да, почему именно они? Потому что в Венеции несколько раз в год бывает аквальта. Это такое явление, когда вода поднимается и заходит прямо на улицы Венеции. И выглядит это примерно вот так. И я долго искала резиновые сапоги. И в магазинах смотрела, и нигде не находила. Или находила какие-то некрасивые. Поэтому я решила заказать на Amazon. Так вот, эта посылка мне ехала ровно один день. Потому что, не знаю, из Германии она ехала в Италию. Вот. Вот такая вот коробочка небольшая. Вот тут она уже немножко такая. Ну вот. В общем, я ее разрезала. И сейчас мы ее вместе с вами открываем. Ой, боже, боже, боже. Окей. Вот мы ее открыли. Вот мои сапоги. Вот так выглядит это все внутри. Сейчас я коробки не беру. И... О, какие-то тяжелые. И достану сапоги. Та-дам! Окей. И это были все посылки за месяц август. Которые подходят к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И, в общем, до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok